пипец какая у нас здесь классная комната в общем друзья мы уже въехали в словению практически без стал ну там было такое небольшое что мотоциклист въехал в зад одному это видать не хотел его пропустить сбоку и короче врезался в него но ничего страшного наверное 10 минут также сейчас мне навигатор мельдовал что впереди тоже где-то 10 минут мы сейчас будем делать остановку в австрии уже позвонила женщина с австрии спрашивает во сколько вы приедете я говорю ну приблизительно полтора часа нам осталось 100 километров и где-то час ходу ну с учетом может быть всяких разных этих наверное это будет полтора часа вот и мы там остановимся на ночевку ой попили кофе едем сейчас чувствуете улыбаетесь все мы приехали на место в австрию и просто пипец какая у нас здесь классная комната здесь довольно таки большой на над полностью верхний этаж это все наши и поэтому по телефону сказали это наши вот получается большая комната с большим довольно таки хорошим таким балкончиком до с видом на на садик можно здесь прогуляться вот и я просто тут в этих комнатах запутался когда начали считать оказывается здесь вот комната 1 если мы сюда в эту сторону пойдем здесь дочь тоже снимает комната 2 довольно таки большая с высокой кроватью это чтобы это дольше падать ну и она довольно таки просторно вообще я просто в шоке даже не знали что такое возьмем это входная дверь и тут у нас дальше пошло там душевая раковина душевая вот душевая как в прошлый раз вот мы гадая тоже возвращались и стала оставались на ночевку вот такая как сток в ту сторону это же отделана вот так вот вообще я считаю что что шикарно и здесь еще одна комната письменный стол вот дочь уже заняла со своими трансформерами вот и вот выходит окошко на этот во двор там где машины стоят вот я считаю что это очень-очень хорошо здесь у нас туалет отдельно тоже классно нам тут оставили на кухне сейчас там наши готовят в общем нам оставили сказали там гетренки все это бесплатно там значит вай фай фонарик в общем я просто просто в шоке теперь у нас уже возникла такая мысль что можно приехать сюда отдохнуть именно в австрии но климами вот немножко до душновато немного друзья парковках в общем там где мы живем довольно таки далеко ведь и ну по такой жаре вообще неудобно вот и здесь люди тоже хотят заработать в общем они организовали кучу всяких разных парковок есть которые на вот на целый день да здесь 10 евро вот там вот где парень находится там 8 евро там где мы припарковались там автомат можно по часовую 12 евро день и там тоже недалеко за поворотом есть парковка где можно ас поставить машину за 5 евро в день и это я считаю выгодно вот ну ближе чем ближе к этому к пляжу тем дороже там становится 30 евро в день и 2 евро в час мы ставим за 1 евро в час ну приблизительно ставим где-то по-разному вчера мы были всего три часа на море потому что пошли в самое пекло у нас 136 градусов вот сегодня мы поставили на 4 часа хотим вернуться немножко пораньше чтобы можно было отдохнуть покушать и потом в город сходить вот и уже время пол одиннадцатого а уже солнце печет до невозможности вот как пример такой небольшой закуточек возле футбольного поля и здесь импровизирована тоже парковка 10 евро в день берут за эту парковку как и в прошлый раз мы сюда в этот раз опять заехали за медом берем местный мед я не знаю точно там по цене сколько чего но есть кажется за 8 евро стандартная баночка собирает мед хотя местный мед можно купить здесь и в лидле есть здесь магазинчик есть напротив магазинчик есть еще там вниз по дороге к морю тоже продают мед несколько точек чисто визуально вот этот вот магазинчик выполнил так завлекающие с любовью цветы и питунь и клумбы велосипед в общем регалька все здесь минимализм ноут бочки не захожу вовнутрь потому что жарко не могу у нас сегодня 37 градусов здесь ощущается как все 42 стою в теньке и прям плавлюсь вышли в общем немножко прогуляться посмотреть на местные достопримечательности маленькая совсем деревушка вдоль дороги вот это вытянуты вот это наверное дом заброшены как и мы тоже видели там несколько домов они наверное заброшены на это современный там возле заправки наш домик а там он красивый сделан балкончик такой симпатичный идем в эту сторону прогуляться смотрите как высоко забрался тот домик мы вниз спускаемся и сейчас наверно цук приедет классно оформлены маленький такой синичник такой красивый садик смотрите ухоженный вообще классно в этой части даже ходит электрички рядом с циркушкой но это тс бан а вот это вот нет это это здесь прокладывают наверное какой-то кабель но навряд ли это этот да это не пешеходная дорожка вот можете посмотреть по сравнению в хорватии виноград вот здесь уже в австрий виноград он же больше похож на наш виноград и здесь все такие кустики и вон там дальше кустики это уже все горные ручьи они всегда такие шумные там много камней и создается такой прям шум мы когда вышли гулять слышим что где-то ручей но так и поняли что здесь вот среди деревьев он течет интересное растение вдоль этого растет сиреневые цветочки сирень наверно вообще в австрии очень красивые дома особенно вот в горной части его вот это феррайн хайм интересно а чё за феррайн и там пожарная часть вот рядом это каланча такая высокая там висят какие-то тряпки смотрите здесь у них где вот написано фоервер и кружка такая всю жизнь всю жизнь мечтал стащить откуда такую кружку с бавари или стироля наверное ее там присмолили чем-нибудь и не возьмешь вот ну и короче написано что это не питьевая вода но неплохо так сделали декоративненько в общем мы проходим и смотрим здесь ну там дедок работает в этом и вот у него такая штука в общем вот эти вот элементы они все идут по кругу они в виде таких вот лепестков и скорее всего это электричество и вот у него рядом где отопление там тоже трубы внутри нагревает скорее всего воду сейчас наверное сходим посмотрим если можно старый с бан и вот уже с бан остановился не знаю дальше он пойдет или нет прикольно здесь можно походить даже маленькая деревушка способна чем-нибудь удивить или вот допустим в современный домик обшиты металлом я вообще-то думал что этот цук ходит дальше нет вот его получается конечно остановка здесь два башмака все и дальше вообще ничего нету дальше одни дома вот смотрите конечно хорошо в австрии красиво то что на горах ну блин постоянно подниматься пока домой дойдешь вещь спотеешь а если вспотеешь то будешь мыться это перерасход воды сидим отдыхаем и вот наблюдаем затем как на нас надвигается непогода там гремит гром сверкает молнии мы на балконе да мы на балконе а перед этим в общем все схватили свои телефоны начали снимать каждую про свое друг друга перебивая но я хотел сказать вот о том что непогода движется и сегодня ночью ожидается похолодание ну как похолодание до 17 градусов под утро где-то опустится температура да потому что вот мы ехали все время было 35 33 мы сюда тоже приехали 33 градуса довольно-таки жарко и чувствуется влажность о видели вот это все вот на нас идет и ожидается дождь но когда он дойдет не знаю в общем ожидали 6 часов 6 часов не было сейчас 8 часов говорили но сейчас и восьми наверное нету или 8 часов ну ка сейчас посмотрим сколько до 8 часов тра добрая из австрии мы уже проснулись время вон восьмой час в 7 часов стали хотя как-то я в общем как-то выспался и наверное с 4 часов уже спал так урывками потому что выспался не успеваю нахваливать это место где мы отдыхали несмотря на то что вот автобан но его практически не слышно в этой части у нас дорога и здесь когда машины проезжает их в общем слышно но мы это особо как бы не заморачивались уже где-то под утро вот в часа и в 4 открыли окошко и на улице довольно таки свежо наверно градусов 18 точно не знаю и этого было достаточно несмотря на то что у нас верхний этаж и вот мы спали еще чё хочу сказать вот это вот все это огромный такой толстый матрас с мягким этим еще такой на матрас одевается и в общей сложности это всего такое мягкое на сколько жесткие матрасы были в хорватии мы спали здесь вообще лежишь не спина не болит мне приходилось в этом хорватии последние наверное три дня я пил таблетки чтобы как-то не ощущать боль что там жесткий матрас я уставал после моря ложился рано соответственно дольше лежишь дольше спишь вот и потом начинала ломить спину но и конечно вчера было явление это вообще над этими над всеми горами сверкала я никогда не видел такой интенсивности молнии одна за одной одна за одной где-то одна в одну секунду бывало несколько молний в одну секунду но очень много гром гремел постоянно это вот наверное что отличает погоду в горных районах чем допустим над равниной это было что-то и все вот кто здесь живет в этом домике выходили все это снимали чё хочу сказать дачники смотрите мы были в хорватии и сколько мы там ходили ни разу не видели чтобы вот на деревьях были вот эти вот зеленый как шимель на вот это вот дерево но все как бы больное на везде вот это вот зеленый шили шимель порос это еще более-менее там молодое а вот на этом прям заметно вот несмотря на то что там близко море совершенно да там кажется не не сильно влажно в общем если мы что-то стирали то у нас все за ночь высыхало даже мы получается мы ходили вечером постирали где-то в 11 или в 12 вывесили уже в 7 часов было это сухое можно было как готово для глажки вот такое вот белье и деревья были совершенно чистые листочки и видели какой виноград а здесь уже все здесь моря нет но влажность большая вот ручей рядом протекает и появляется вот эти вот на каштанах на разных орехах появляется везде вот это лучший миль вот чем отличается вот этот природа и в испании тоже там повышенная влажность мы были на малерке на острове там тоже самое море но и влажность тоже большая но и там практически ничего не растет я вот смотрю на эту лужайку и вот отсюда если смотреть или даже вот солнечные стороны если смотреть смотрите насколько плотно газон и он не из единственным травы скорее всего микро клевер посажи я еще не ходил не смотрел нужно посмотреть и вот настолько плотный настолько ровно и он у всех так что в той стороне вот ухоженная большая площадь это вот они используют эти роботы которые довольно таки большие не маленький он большой вот который ездит и постоянно стригут газон на том участке там другой тоже робот стоит вот и даже склоны хорошо ухоженные ну там ладно там корову выедает здесь все так классно сделано вот клевер помогает траве расти несмотря на то что здесь скорее всего тоже мог появляется мои там наводит марафет у нас осталось чуть больше часа до того как нужно выехать из этого домика в общем что я думаю я тут смотрю цена на бензин евро 72 вот но как бы мне еще рано заправляться потому что больше 700 километров сегодня нужно отмахать и наверное я сейчас забил в навигатор следующие перед границей последний наверное такой крупный городок там джет там что ли мы доедем до него там заправимся наверно будет около евро 67 приблизительно вот и потом поймем в германии мне в принципе по германии хватит этого бензина чтобы доехать до до своего это место да все таки вот насколько вчера и ночью было прохладно холодно сейчас прям идеально становится утро такое просто и восхищение хочешь не хочешь нам еще придется останавливаться заезжали на парковочку сейчас едем дальше еще не доехали до заправки вот такой вид смотрите сколько там солнечных панелей вот интересно что мы оттуда выехали было солнце когда проехали туннель то было все в тумане но потихоньку сейчас все становится небо открывается хотя там дальше видите в горах вот этот уже высокие горы реально взял себе е 10 супер по евро 65 которые и 5 евро 70 чем-то можно было в австрии заправиться чем это у нас последняя остановка мы уже в германии и буквально в одном часе от нашего дома сейчас у моей там перекусят что-нибудь туалет сходили а то вот этот вот участок где-то наверное километров 300 мы довольно таки хорошо ехали до этого нет может быть меньше не 300 общем смотрите там был фронт начиная от города регенсбург и за нюрнбергом огромный фронт где-то километров 200 мы ехали дождь был вот и сейчас мы выехали вот там прям видно допустим в той стороне здесь облачно а дальше допустим к нашему региону такая перемена в облачность вот и здесь сухо а там реально дождь очень сильно шел на максимум включал эти дворники но вы нормально проехали вот и осталось сейчас совсем немножко уже времени вот и приедем уже домой и считайте все на этом официально наш отпуск закончен всех призываю что-нибудь прокомментировать подписаться поставить лайк порекомендовать друзьям вот и конечно же будет еще одно видео может быть несколько тоже с отпуска но это уже чуть чуть позже вы об этом узнаете и убить на этом все друзья всем пока увидимся